Атомпарк – объект грандиозной стройки, развернувшийся на берегу Десногорского водохранилища. 3 августа глава города Андрей Шубин совместно с сотрудниками Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу и представителями подрядных организаций проверил, как продвигается возведение мультикультурной площадки. Мы находимся в образовательной зоне. Здесь по периметру устроена пергола, на ней будут висеть качели, обшитым не деревом, планкеном, также будет подсветка в колоннах. Атомпарк – реальный пример успешного сотрудничества жителей и администрации Десногорска. Весь процесс реализации проходил при непосредственном участии горожан. Шли обсуждения, вносились изменения, а некоторые элементы парка разработаны с учетом их пожеланий. Сейчас открытие Атомпарка, за строительством которого можно наблюдать в онлайн-формате, ждут многие. И не мудрено. Это уникальное дизайнерское воплощение. Такого в городе еще точно не было. Кроме многофункционального павильона, на территории парка появится амфитеатр, современная детская площадка, зона кафе с террасой, облагороженный выход к берегу. Воплотить это многообразие в жизнь позволило несколько точек финансирования. Основные средства город получил в результате победы в конкурсе Минстроя на лучшие проекты по созданию комфортной городской среды. Также федеральные средства дополнились за счет финансового участия администрации Смоленской области. В 2021 году в рамках выполнения соглашений между Росатомом и администрацией Смоленской области у нас заложено софинансирование средств порядка 60 миллионов рублей. 20 миллионов на выполнение работ по Атомпарку. Соглашение о сотрудничестве между администрацией Смоленской области и госкорпорацией Росатом было подписано в сентябре 2020 года. Согласно ему, из бюджета региона выделяются средства за счет налоговых отчислений предприятий Росатома на социально-экономическое и инфраструктурное развитие города-атомщиков. Вторая часть средств, не вошедших в изведение Атомпарка, также была направлена на социальный блок. Также за счет этих средств проводились ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях. В школе номер один и в школе номер четыре появились точки роста, ремонтировались асфальтобетонные покрытия в школе номер один. Также в рамках данного соглашения мы вернули в муниципальную собственность наш городской автовокзал. Сотрудничество Росатома с администрацией Смоленской области является давним и плодотворным. Благодаря ему город активно развивается и меняет свой облик уже сейчас.